Вчера в Одессе было достаточно политизированное шоу возле затонувшего корабля «Делфи». Для меня, как одессита, это крайне неприятно. Когда почти с декабря лежит это судно на Одесском пляже, вблизи его, и особо никому дела не было. Как только мы вступили в очень интересную пору выборов, предвыборную, все активизировались, все пошли спасать Одессу, в том числе и убирать это судно. Раньше его никто не замечал, вбор просто не замечали его. Тем не менее, и вот вчера там было много телеканалов, потрачено много средств, по-богатому сделан выход такой. На самом деле, что я хочу сказать одесситам. Вы знаете, с первого дня наши подразделения, наша спасательная водолажная служба не на словах, а на деле. Первое, что мы сделали, это когда это судно прибило к нам, на борту находились трое моряков, и именно наши спасатели спасли их, хотя в принципе это не их задача была. Второе, что мы сделали, мы обеспечивали постоянный мониторинг ситуации вокруг этого корабля, вокруг этого судна. Наш департамент экологии мониторит ситуацию ежедневно. Наша водолазно-спасательная служба обеспечивает безопасность, обеспечивает охрану и безопасность для тех людей, которые хотят где-то как-то проплыть мимо, а попросту охраняют его и на воде в том числе. Сложности и в ночное время. Так как и предполагал наш департамент экологии, мы говорили, что с повышением температуры воды и окружающей среды, мы предполагали, что все, что осталось в танках этого судна, начнутся испарения, подтекания и так дальше. Что в принципе сегодня и происходит. Но поскольку мы ежедневно присутствуем там, мы быстро очень совместно с администрацией морских портов, со всеми морскими нашими организациями локализуем распространение вот этих подтеканий. Различные способы, там, ассорбируем, ассорбентка вот этого высыпается в воду. В общем, локализуем это все дело, выставлены боны вокруг, держим ситуацию под контролем. Хочу сказать, что сколько бы они там ни харсовали на песке, и какие бы акции ни делали они политические, от этого судно не встанет на киль и не уйдет оттуда. Этому должна предшествовать большая работа, причем непростая. Позиция города в этом вопросе. Мы с первого дня были категорично против, чтобы этот корабль был вариант, наиболее дешевый вариант, распилить его, по частям оттуда вытащить. Но при том, что если бы его распилили на части, все, что там находится в баках, в танках, оно бы вылилось все на море, на Одесский пляж. Сколько чего там, никто сказать не может. Обследование судна затрудняется тем, что узкие пространства плюс повреждения не дают возможности обследовать его водолазом, а стало возможным обследовать только роботом. И то полной уверенности в том, как это, что там такое, на самом деле нет. Знаем мы примерно о тех повреждениях, которые потерпела корабль, когда его прибивал. Поэтому сегодня предполагаемый срок, если все пойдет по плану и проект, который был предложен, а наконец-то мы склонили, если так можно сказать, или принудили, какие еще можно слова подобрать, собственника, потому что есть по кодексу морского мореплавания, торгового мореплавания, есть определенные сроки. Вот собственно, куда-то дан срок самому поднять этот корабль и увезти в док. Этот срок еще не прошел. Мы обращались с другими вопросами, говорили о том, что если неопознанный такой летучий голландец появился в территориальных водах Украины, и никем не замеченным занимался бункировкой или просто находился в территориальных водах, достаточно большой промежуток времени. И это признано уже как вот действительно какой-то неопознанный плавающий объект. Почему его нельзя было изначально сразу объявить, если это было преступление, к вещдокам поднять, отбуксировать в док в то время, и не дождаться, пока на это решится собственник. У нас на самом деле много вопросов, на какие-то мы получаем ответы, которые в принципе не согласны с этими ответами. Но маемо, что маемо, знаете, если так можно сказать. На сегодняшний день для того, чтобы осуществить тот алгоритм действий по постановке данного судна на ровный киль, и в дальнейшем бункировка его в ближайший порт, который произведет собственник, необходимо 68 дней. То есть, что приходите туда, что не приходите туда, топайте ногами, бросайтесь друг друга песком, ничего не произойдет. Резвитесь там на пляже, не знаю, что можно еще делать депутатам, чтобы обратить на себя внимание. Мы, я почему говорю так вкратце, проводим работу с первого дня. С первого дня держим ее под контролем. Сложная ситуация. Это урок нашим взаимодействием, в том числе с администрацией морских портов, с администрацией порта Одесского. И взаимодействие всех служб, чтобы к нам, к берегу, не прибивало. Хватит нам, что нам прибивает политика все время каких-то. К нашему берегу, к сожалению. Так еще и вот эти корабли какие-то не поздно. Продолжение следует...